Это боевая машина пехоты БМП-2. Ее основное оружие 30-мм пушка, калибр, разрешенный минскими договоренностями. На передовой служит в большей степени для перевоза личного состава. Таким транспортом, потому что дороги, сами видите, не асфальтные, стоим очень далеко. И болото, оно все смешивается, замерзает и очень сложно добраться. Погода очень может вплывать, особенно когда в ночи есть сильный туман. В засобе ночного сопережения почти ничего не видно. Посеченные деревья и сломанные ветки. Это результат недавнего обстрела боевиками украинских военнослужащих вблизи Попасной. Воронки нам показать уже не могут. Их замело снегом. Были обстрелы с АГС, были мины, по ходу 120-е, 82-е были, РПГ противовала. С нашей стороны мы огня не открывали, у нас тишина была, а войны добрые работали. С начала года бойцы отмечают, что представители незаконных вооруженных формирований стали подходить ближе к позициям украинских военных. Останним часом были какие-то там певные договоренности, чтобы уменьшить объективность огню. Но противники все равно, они используются подствольные, стреляют из ствольных мін, стрелковые, РПГ, прицельнее бьют и используются тем, что мы не ведем таких интенсивных боев, огню не открываем. Они подходят ближе к обустрации позиции, запускают беспилотники и объективнее стреляют. Бывало минулый месяц тихо, больше-менш, там относительно теплое стреляли, а сейчас, например, каждый вечер есть по стрелке. И, например, начиная от пятой годины и до ранку. По больнице, у нас есть больница, прицельно по больнице стреляют. Стрелка дня, автомат тоже прицельно, все по больнице прилетает. Активность незаконных вооруженных формирований военнослужащие не готовы связывать с новостями о возможном наступлении. «За период перебивания тут, обстрел так и почти начинается. Обед після обеду. Чому оно так происходит? Ну, я думаю, через то, что та сторона так же видит новое, что происходит тут. Вони знают, что тут перебиваются журналисты из европейских стран и, возможно, для дискредитации». «Ну, сегодня было тихо, спокойно. Вчера я слышал, что кто-то новый приехал, то, я так понял, что пристреливались. Трохи гепали, там были выстрели из миномета. Но люди уже были готовы к этому, сказали, что не вылезти, потому что хотят увидеть наши позиции. То все готовы к войне давать опер». 2014 год уже не может повториться, просто потому, что Украина уже другая и вооруженные силы уже другие. На сегодняшний день Украина имеет силу сопротивляться, и никто не будет эту страну сдавать. Об этом заявила заместительница министра обороны Украины Анна Малер. С однодневным визитом она побывала в Луганской области и посетила ряд стратегически важных объектов. Также убедилась, что условия обучения в Кременском кадетском корпусе, где подрастают будущие защитники Украины, достойные. «За опитываниями, 56% украинцев уже готовы стати долав территориальной обороны. Это даже не войсковцы, это цивильные люди, которые готовы идти и защитить государство. На данный момент розвитка говорит о том, что накопичение войск, которое с разной интенсивностью постоянно происходит на кордоне Украины и Росии, на сегодня недостаточно для того, чтобы говорить, что вторгнение может, вернее, что эскалация может отбить прямо сейчас. То есть мы на сегодня не фиксируем створение ударных групп. Но мы постоянно фиксируем движение техники, особого склада. Этот движение по криви идет, то это накопичение, то они отводят свои войска и особый склад. 28 января на Луганщине в непосредственной близости к переднему краю линии обороны была остановлена диверсионно-разведывательная группа противника. Об этом заявили в штабе операции объединенных сил. Украинские военнослужащие, по данным пресс-службы штаба, помешали планам боевиков, и те вернулись на временно оккупированную территорию ни с чем.